При подключении сторонних библиотек у сборки могут возникнуть проблемы с производительностью. Для примера здесь я взял библиотеку Angular. А также я решил использовать Babel для синтаксиса ES2015. Вот у меня простой такой конфиг, один лоадер. Если я запущу эту сборку, то мы увидим, что она занимает много времени. Видите, я запустил и... вот. 4 секунды. Тут есть две классические проблемы, которые я сейчас подробно разберу. И, конечно, увидим, как их исправить. Сейчас будут длинные строчки, поэтому я перешел в полное окно. Мы запустим Webpack Profile и Display Modules. Такая команда покажет все модули сборки и сколько времени Webpack потратил на каждый. Итак, я вижу три модуля. Первый App. App подключает Angular. И откуда-то взялся еще этот третий. Давайте я сделаю минус-минус Display Reasons. Тогда я более подробно увижу, что что подключает. Ну вот. Посмотрим внимательнее. Формат здесь очень простой. Первым идет App.js. Главный модуль сборки. Он очень маленький. Всего 199 байт. Инициализация сборочки 27 миллисекунд. Сама сборочка этого модуля 500 миллисекунд. Вообще 500 миллисекунд это слишком много для сборки такого маленького файла. Однако, так как это первый модуль, то при этом происходит инициализация разных внутренних структур. Поэтому это можно сейчас пропустить. И идем дальше. Следующий модуль это Angular.index.js. Он тоже, как оказывается, очень маленький. И ниже написана причина, почему он включен в сборку. Потому что Angular прорекуарена в Slash App.js. Вот почему. Что ж. Инициализация для этого модуля заняла 8 миллисекунд. И сборка этого модуля 17. Очень мало. А дальше еще один модуль. Angular.slash.angular. И этот модуль уже жирненький. 961 килобайт. Почему он включен в сборку, смотрим. И этот модуль включен в сборку, потому что он есть вот здесь. Ага. Именно на этом модуле происходят основные тормоза. Как видно, инициализация для этого модуля 6 миллисекунд. А сборочка аж 3,3 секунды. Давайте посмотрим в исходниках непосредственно, на что это похоже. App.js подключает Angular. Вот node.modules.angular. Index.js. Точка входа в библиотеку. И эта точка входа в библиотеку действительно очень маленькая. Как видим, она делает следующее. Подключает точку Slash Angular, то есть вот этот файл, и экспортирует переменную Angular. Заметим, что это не совсем типично. То есть смотрите, мы подключаем какой-то файл, но мы не записываем его в экспорт никуда. Откуда же берется Angular переменная? То есть библиотека Angular так настроена, что даже при таком require она генерирует глобальную переменную. И эта глобальная переменная здесь экспортируется. Не совсем соответствует духу Common.js. Ну да ладно. Перейдем в точку Slash Angular.js. И вот, собственно, этот большой файл библиотеки, из-за которого все тормоза. Первый тормоз это, конечно, бабель. Он здесь даже ругается при сборке, что получил слишком большой файл. Как бы намекаясь, что может быть этот файл очень большой, и его не надо трансформировать. И действительно, Angular.js библиотека не нуждается в обработке бабелем, поэтому мы сейчас конфигурацию поправим и добавим Exclude. Обычно никакие модули, которые поставлены в NodeModels, не нуждаются в обработке бабелем. Поэтому мы из-эксклюзим целиком NodeModels. Теперь файлы, путь к которому подходит под этот RegExp, не будут обрабатываться бабелем. Перезапускаем сборку. О, уже гораздо быстрее. Полторы секунды вместо почти четырех. Видно, что основное ускорение как раз произошло здесь. И теперь 691 миллисекунда. Ну что ж, хорошо. С другой стороны, есть еще одна возможность для ускорения. Если мы посмотрим на этот файл, то нам очевидно, что у него нет зависимостей. Так устроены многие большие библиотеки, жирный файл, в котором находится все, что нужно, без вложенных вызов Require. Соответственно, мы можем в Webpack конфиге указать специальную директиву NoPers, в которой написать, что эту библиотеку не нужно разбирать, не нужно искать в нее Require, не нужно анализировать ее код. Это серьезно ускорит работу Webpack. В NoPers может находиться либо одно регулярное выражение, либо массив регулярных выражений, либо строка префикс, либо массив строк. Ну, давайте укажем одно регулярное выражение. В данном случае нас интересует именно вот этот файл. Angular slash Angular.js Вот так сделаем и перезапускать сборку. Ну что ж, еще быстрее. Отлично. Пожалуй, это максимум. Если учесть, что только изначальная сборка заняла вот столько на маленьком файле, то подключение 18 миллисекунд на два модуля вполне терпимо. Посмотрим еще небольшой нюанс, который служит подводным камнем в более сложных инфигурациях. Велик соблазн сделать в NoPers то же самое, что делалось в Exclude. То есть взять такое же регулярное выражение и вот сюда вставить, предполагая, что внутри NodeModules ничего парсить не надо. Это, конечно, ошибка, потому что мы подключаем Angular, и внутри NodeModules появляется файл вот такой, в котором есть require. То есть этот файл должен обработаться вебпеком, поэтому в NoPers мы не имеем права игнорировать все внутри NodeModules. Ну ладно, допустим, у нас библиотека не Angular, а какая-то еще. То есть внутри NodeModules действительно содержатся все файлы, которые вебпеку ни к чему парсить. Можем ли мы в этом случае оставить такой регэксп? Оказывается, что ни в коем случае нет. Дело в том, что между вот этой вот и вот этой проверками есть небольшое, но важное различие. Exclude, как и тест, проверяет путь к файлу. А NoPers получает так называемый полный путь. Чтобы его видеть, я сейчас делаю небольшой финт ушами, оберну каждое регулярное выражение во специальную функцию wrapRegexp. Эта функция будет подменять метод тест у регэкспа, и как только у регэкспа вызывается тест, то она будет писать в консоли, что собственно тестируем. Вебпек внутри себя как раз метод тест использует, и таким образом такая обертка позволит мне видеть, что реально попадает в регэксп, что он проверяет. Давайте запущу сборочку вебпек. Так, что мы видим? Exclude получает полный путь к файлу. Хорошо. А NoPers, вот этот путь, о котором я говорил. Он включает в себя как лодеры, в данном случае только вебпек лодер, так и в конце путь к самому файлу. Соответственно, если мы используем вот такой регэксп, то на этом пути этот регэксп очевидно совпадет, потому что вот он NodeModels. Таким образом, все файлы, у которых есть лодеры в NodeModels, попадут под NoParse. В данном случае выходит, что несмотря на то, что мы-то хотели внутри NodeModels все отфильтровать, у нас отфильтровалось вообще все, что проходит через бабель. То есть в данной ситуации будет так, что App.js не будет парситься. Давайте глянем, что получилось. App.js хоть и включен в сборку, но вебпеком не анализируется. Соответственно, зависимость require Angular не подхватывается, в результате эта сборка работать не будет. Эту проблемку можно обойти, если добавить регэксп что-то в таком духе, то есть искать NodeModels, а потом что угодно, кроме высказательного знака. Тогда фильтр будет касаться только путей к файлам. И действительно, если перезапустить, то мы увидим, что вот, видите, App. Потом NoParse здесь не сработал. Благодаря этому пошел он клют в Angular. И если предположить, что дальше нам ничего не нужно, то все правильно. С другой стороны, в реальной жизни зачастую в NodeModels все-таки есть какие-то библиотеки, которые нуждаются в выработке вебпеком. Так что давайте делать вот так. То есть NodeModels, и мы явно перечисляем, что мы хотим исключить. Еще один нюанс касается использования Exclude в лоадерах. Exclude это очень распространенная настройка, но зачастую гораздо комфортнее использовать противоположную, а именно Include. Include можно указать префикс, например, директорию, дирнем, фронтенд. И тогда лоадер будет применяться только к файлам из этой директории. Зачастую это позволяет сделать конфиг проще. Особенно если много лоадеров, много директорий. Там такой, Exclude там такой. А с Include все понятно. Вот директория, в ней будем работать. Можно указать несколько директорий при помощи массива, если хочется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!